МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы подготовить необходимые кадры, российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной. Нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию и выработать новые комплексные решения и подходы. Сейчас мир проходит через очередной этап смены технологических укладов, что ведет к трансформации требований к существующим сегодня специальностям, а также к быстрому появлению новых профессий, для которых нужны глубокие компетенции в инновационных сферах. Ну и, конечно, надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований. Этому будет способствовать и большое количество мероприятий в рамках десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства. В Петербург всегда играл важнейшую роль в подготовке высококвалифицированных кадров. Три городских вуза прошли серьезные конкурсные отборы, стали участниками федерального проекта «Передовые инженерные школы». Они будут готовить специалистов высокой квалификации, исходя из конкретных потребностей предприятий. Власти Петербурга подписали соглашение с Минэкономразвития, согласно которому площадь особой экономической зоны Санкт-Петербург увеличивается почти в два раза до 337 гектаров за счет включения новых земельных участков в промзонах Парнас и Шушары. На сегодняшний день в ОЭЗ работает 73 компании, занятые разработкой и производством инновационной продукции. И по расчетам на Парнасе может быть размещено еще до 10 компаний-резидентов с объемом инвестиций около 15 миллиардов рублей, а на площадке Шушары до 40 предприятий с инвестициями более 57 миллиардов. В минувшем году особая экономическая зона Санкт-Петербург вошла в топ-5 лучших ОЭЗ техников внедренческого типа, победила в номинации «Лучшая промышленная площадка» премии «Russian Business Guide» и вошла в первую тройку рейтинга индустриальных парков. Банк России увеличил лимит средств, выделяемых на программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, с 288 до 320 миллиардов рублей. Как отметил в своих соцсетях председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловечек, увеличение ключевой ставки не затронет программы финансовой помощи. Как и в прошлом году, предприятия города могут рассчитывать на займы по ставке от 1 до 5% годовых. Деньги на развитие своего дела петербургские предприятия могут привлечь на льготных условиях, даже если не хватает собственного залога. В качестве поручителя выступает фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. В минувшем году средний чек по льготным займам микробизнесу составил 2 миллиона 200 тысяч рублей, малому бизнесу 4,5 миллиона, самозанятым гражданам 478 тысяч рублей. Доходы от использования и продажи городского имущества принесли в минувшем году в бюджет Петербурга 25,4 миллиарда рублей. Это больше, чем на 2 миллиарда, превышает показатели 2022 года. Такие данные привел в своих соцсетях вице-губернатор Валерий Москаленко. Важными источниками дохода стала приватизация государственного имущества и аренда земельных участков. Значительные суммы принесли торги по продаже городской недвижимости, а также выкуп арендуемой недвижимости малым и средним бизнесом по преимущественному праву. За год фонд имущества реализовал на торгах в аренду 329 городских зданий. Поток россиян в Петербург на новогодних каникулах, по предварительным данным, увеличился более чем на четверть. В результате число заказов в заведениях общепита выросло в среднем на 4% относительно начала прошлого года. И, несмотря на аномальные морозы, удалось получить рекордную выручку. Эксперты отмечают, что на самом деле рост оборотов общепита наметился еще с конца августа. До этого момента, скажем так, показатели ресторанов и кафе отставали от прошлогодних значений. А начиная с 35 недель, с начала осени, количество заказов, сделанных в кафе и ресторанах, стало превышать прошлогодние. И в том числе, соответственно, и в новогодние праздники. Ну и вот эта тенденция сохранилась и сейчас. Надо отметить, что для ритейла морозная погода стала серьезным препятствием торговым центрам. Например, за новогодние праздники трафик увеличить не удалось. По данным Центробанка, за третий квартал 2023 года банки отразили свыше 11 миллионов атак на счета россиян. И улов злоумышленников в денежном выражении оказался на 11% меньше, чем за аналогичный период 2022. Однако, общее число хищений из банковских карт продолжает расти. Анастасия Лакман напомнит о самых распространенных схемах мошенников и расскажет, как от них защититься. В век высоких технологий мошенники не дремлют. Наряду с банками, которые создают механизмы защиты счетов клиентов, злоумышленники изобретают схемы их обхода и сочиняют новые лживые легенды. Одна из последних получила распространение при обновлении дизайна пятитысячной банкноты. Мошенники звонят, причем зачастую через мессенджеры, и предлагают установить на мобильном телефоне специальное приложение. А после убеждают с его помощью проверить подлинность купюр в вашем кошельке. Такое приложение у ЦБ действительно есть. Оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России. Но я подчеркну, приложение не определяет, подлинная купюра у человека в руках или фальшивая. Так вот, мошенники дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После его установки злоумышленники получают удаленный доступ к телефону жертвы, к банковским приложениям и к счетам. Безопасно скачать приложение банкноты Банка России можно только на официальном сайте Центробанка. Эксперты рекомендуют вообще не переходить по ссылкам с неизвестных номеров, кем бы не представлялся человек на другом конце провода. Если речь заходит о ваших личных данных или деньгах, сразу кладите трубку. Еще одна распространенная схема мошенников – фишинг, проще говоря, сайты подделки. Зачастую они копируют официальные домены известных организаций, в том числе банков, и отличаются лишь парой символов в адресной строке. Борьба с фишингами сайтами в России в прошлом году, уже в ПАЗа в прошлом году, вышла на новый уровень, то есть появилась и сработала государственная система, которая называется антифишинг. В целом она направлена именно на это, на то, чтобы при появлении сайтов, которые занимаются тем, что крадут вот эту парольную информацию населения, разделегировать им домены, то есть прекращать их работу. Банки тоже не скупятся на средства защиты. Наиболее популярной – двухфакторная аутентификация, когда для доступа к вашим данным требуют не только пароль, но и одноразовый код. Кроме того, все финансовые организации в автоматическом режиме отслеживают транзакции и блокируют сомнительные операции. Несмотря на это, помните, лучшая защита ваших денег – ваша же информационная грамотность. Анастасия Лакман, Станислав Фоменко, Вадим Вагапов, Телеканал Санкт-Петербург. На торгах российская валюта сегодня продолжает укрепляться. За сессию доллара и евро потеряли больше, чем по рублю каждый. Итак, официальный курс юаня – 12.43, курс доллара на четверг – 89.39, евро – 97.87. Курс белорусского рубля – 28.15 рубля. Могу сказать, что проезд в общественном транспорте в Минске, включая метро, очень недорогой – 90 копеек. А вот бензин существенно дороже, чем у нас. Литр 95-го – 2.36. Кофе – 5.6 рублей. Посидеть в хорошем ресторане – 40-50 рублей на человека. Знаю точно, потому что позавчера еще был в Минске. Всем хорошего вечера. Возвращаю слово коллегам. О том, как развивается город, рассказал ведущий программный «Бизнес Петербург» Аркадий Широградский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова